Так как не совсем понятно, почему не надо включать правку угодно в те тексты, где она по всем экземплярам согласована. Допустим, мы принимаем решение не печатать основный текст по последнему авторскому изданию его, а всю позднейшую правку воспроизводим в комментариях и разделе других редакций вариантов. Татьяна Дринятина почитала, что стихат примерно каждое восьмое стихотворение всего 118 текстов не имеет согласованной правки. Всего стихотворного произведения писателя насчитывается более тысячи. Следовательно, стихотворение с несогласованной правкой составляет всего около 11%. Тогда возникает вопрос, а почему в подавляющей большинстве стихотворения поэтов 89%, где эта правка согласована, но ее не вносим в основный текст, чтобы выполнить авторскому писателя. Для решения этого важного и принципиального вопроса можно было бы обосновать такое решение. Все произведения, имеющие согласованную правку автора, печатаются с включением этой правки в основном тексте, а те произведения, которые не имеют согласованные правки автора, печатаются по последнему прежизнему изданию, а вся правка ее отлично приводится в комментариях и разделе, в студии редакций и гуляет. В связи с проблемой выбора основного текста нельзя забывать еще об одном, что в итоговом собрании сочинения Бунина, в здании Петропольс, в издательстве Петропольс, в художестве, которое является главным источником для будущего научного издания, содержится очень много опечаток, которые все необходимы выявить и справиться. На эти опечатки часто сетовал сам Иван Алексеевич. Структура будущего научного пола в собрании сочинения Бунина также вызывает вопросы, которые требуют научного решения. Сам писатель в своем резерватном совещании довольно четко определил облик своего возможного будущего издания сочинения. Это издание, это издание должно быть повторением перлинского издания в предпись, с теми добавлениями к нему, которые указывали ниже. Все из стихи и прозы, что я в нем ввожу, в это собрание моих сочинений намечались, если это нужно, как приложение к нему. Конец цитата. Некоторые добавления в ее указы прямо из замечания, остальные указания содержатся в разрозненных томах, полно-собраничении 1915 года и других его авторских творников. Естественно, и в собрании Петропольс, которого мы провели. Во всей видимости, эту работу у меня также не закончили, в связи с тем, и отец, особенно как касается поэтий, имеет в разных рабочих экземплярах издания Пунина разные помины, взять в будущее собрание и не играть. При решении этого вопроса есть разные мнения. Татьяна Михайловна Венекцина, в двух комнатах поэтию Пунина, также разделилась творение на два этапа, но по другому принципу. В первый раз включены произведения, вошедшие в авторские формики Пунина и его собрание сочинений, а во второй – все остальные. Такое решение объясняется тем, что в конце жизни, когда писатель решал, что включать в свое будущее собрание сочинения, а что нет, в порядке произведений также не оставил однозначный решение. Хочу отметить еще, что в советских собраниях сочинений Пунина тоже был принцип разделения, но принцип был другой. В первую часть попадали произведения, в которые были Пуниным включены в его собрание сочинений, только, а во вторую – все остальное. То есть, понимаете, на протяжении многих десятков лет Пунина делили, но делили по-разному. На мой взгляд, на сегодняшний день все равно четкого объяснения определения, которое уже произошло и напечатано, все равно нет. И дело в том, что Пунин вообще уникальный вопрос и пример в этом плане, потому что, я, может быть, ошибаюсь, я не знаю такого писателя, у которого эта проблема состояла. У Пунина эта проблема и есть. То есть, он хотел видеть в будущем в своем собрании сочинений именно те произведения, которые он считал нужными, чтобы они там были, а другие – в мере необходимости для состоителей. Так вот, возвращаясь к утопе поэзии. Таким образом, первое в разделе утопника, содержится стихотворение из первой книги Пунина, вышедшее в 1891 году, в которой Пунин сам критиковал и старался никогда не о нем вспоминать. Пунин вообще считал первым своим политическим сборником книгу эстафа, вышедшее в 1901 году. Возникает вопрос, а причем тогда сделано это разделение текстов на два раздела? Мы хотим выполнить просьбу автора об этом делении, но он не написал и просил совсем о другом делении своих художеств произведения. Если мы игнорируем его желание, тогда зачем нужно какое-либо деление текстов, тем более по принципу, который не имеет никакого отношения? В связи с этим, этот несколькоформальный принцип деления текстов теряет всякий смысл. Мы должны понять, а потом и читатели нарушенном полном собрании сочинения должны понять, для чего приводится это разделение художественных текстов. Если мы принимаем во внимание желание автора разделить его художественные тексты поэзии и прозов, и хотим его возвести в принцип будущего полного собрания сочинения, тогда структура того художественного произведения писателя должна склониться так. Первый произведение включено на него в собрание сочинения, и второй произведение, не включено на него, собрание сочинения. Если и игнорируете опющую волю относительноайн х T fanlow-tex, Тогда данное полное собрание, которое не должно строиться по классическому жанру, хронологическому принципу и выстраиваться в единый хронологии. Но тогда будет проигнорировано еще одно решение этого момента. Собственно, для чего он и делил свои художественные произведения на эти разделы. В своем первом из вещания он писал цитаты «Самые ужасные заваривают хорошее, детские, плохие». Конец цитаты. Тем самым писатель выступил против компликации его художественных произведений в единый хронологии. Что касается проза писателя, здесь следует обратить внимание на важный факт. Готовя свое итоговое собрание сочинений в издательстве «Петрополис», Бунин не включил в него свою прозу за довольно большой период с 1887-го, с самого начала, по 1906-й год. Лишь в конце жизни в своем завещании писатель в черном указал, какие рассказы в раннем периоде его творчества можно включить в его будущее собрание сочинений. Перечислено всего 19 раскладов. Но за какие годы? С 1894 до 300 миллионов. Остальной состав хрозаических произведений, включенных в будущее собрание сочинений, произведений, но по нему довольно точно. Итак, если мы принимаем, мы принимаем творчество в воле августа по делению его художественных текстов, тогда структуру будущих томов, художественных произведений, какого собрание сочинений, можно следует определить так. Произведения, которые не получили четкого согласованного указания на включение в будущее собрание сочинений, входит во второй раздел с полным описанием всех планет авторов относительно этого вопроса. Таким образом, и воле временном его возможности сочинены, а вся его незаконченная праздка будет представлена в результате, и принципы этого достаточно точно можно выделить относительно всего творчества на свете писателя. При этом ни о том произведении ничьей собрания сочинений, все произведения будут напечатаны только в соответствующих разделах. Здесь надо сразу добавиться, что проблема деления и произведения международного раздела касается только его художественного творчества. Все остальные тексты, статьи, корреспонденции, записи и тому подобное будут ввечаться в единой хронологии с разделением только пожарных. Что касается состава будущего собрания сочинений, то, безусловно, в него должны войти все известные и доступные тексты. Поэзии, прозы, переводы, корреспонденции, статьи, ответы на анкеты, интервью, письма, записи, заметки, дневники, записные книжки, дарственные надписи, маргинальные. И вообще другие тексты, которые будут найдены. Проблемы кодировки стихотворения именно глубоко исследованы Татьяна Николаевна Гаяцова. Относительно прозы эта проблема практически еще не рассматривалась. Ну вот, в новом, свежем номере, рискованном факте, там есть статья, который пытался, я так, приблизиться к решению этой проблемы. Прежде всего, надо отметить, что в научном полном собрании еще не будет, но следует датировать все произведения более точно, чем это делать писать. Обычно ставят протесты только год написания. Привлекая всевозможные активные источники, большинство произведений можно датировать до месяца и даже конкретных дат. Однако, встречаются сложные случаи, когда даже при наличии авторских дат почти невозможно проверить и уточнить. Эти ситуации встречаются почти во всех периодах творчества писателя. Один из ранних рассказов Мунина в «Перевалке» имеет довольно долгую творческую историю. Судя по авторской дате 1892-1898, история довольно уже большая, только по авторской дате. Первый этот рассказ был напечатан только в 1901 году, с двумя другими рассказами «Костер в августе». В связи с данной первой публикации, для которой он, безусловно, вновь правил отец своего рассказа «Костер в августе», доделаются его следующие августы даты – с 1892-го по 1901-й. Один из наглядных примеров долгой упорной работы Мунина – это рассказ «Белая лошадь». Впервые он приколнул под заглавием «Астма». Авторская дата рассказа в конечном 1907-м году. Однако написал этот рассказ в нем не менее 7 лет, а также возвращался к нему в годы иммиграции. И принимая его внимание всю долгую творческую историю этого рассказа, его следует датировать в 1907-1927-329. Датировка иммигрантского рассказа «Бернард» также имеет свою особенность. Во всех современных изданиях его датировали в 1952-м году. Однако написан этот рассказ был в 1927-м году, и неоднократно он переиздавался с разными датами. В связи со всей долгой творческой историей данного произведения, его также ему надо давать широкую датировку – 1927-1952. Возникает еще один вопрос. На каком месте в хронологическом ряду для научных собраний сочинений исследований ставят конкретное произведение, если оно имеет широкую датировку? По белой дате, если она не совпадает со временем первой датировки, например, рассказ «Бернард» – никак нельзя это произведение ставить в хронологический ряд, так как оно еще не было оброшено. Более резонтно было бы принять решение ставить в хронологический ряд каждое произведение с широкой датировкой по времени первой датировки, но как бы в тех случаях, когда будет ставить несколько раз в хронологический ряд под одним произведением, и они не являются в печатке вершинка автора, как, например, в рассказе «Бернарда». Печатать рассказ в редакции 1952 года и ставить его в хронологический ряд в 1927-м – никак нельзя. Следовательно, этот рассказ надо печатать в 1952 году, но широкая датировка. Очевидно, также надо поступать с теми рассказами, которые вообще не имеют, в том числе, когда премензии авторских дат, присваивать себе редакторскую широкую датировку и помещать в хронологическую ряду по последней дате. При этом необходимо говорить, что это исключение из общего правила, которое должно властить в общий правиль. Произведение выстраивается в хронологическом ряду, по имеющейся точным авторским датам, а когда применяется широкая датировка, тогда по первой публикации. Комментарии я завершаю. В научном полном собрании сочинения Бунина должен быть развернутый научный комментарий к каждому произведению. До сих пор не сложился тип научного комментария с собранием сочинения в классе. По этому вопросу продолжается дискуссия и подкладываются различные виды комментариев и его полнота. Так или иначе, в каждом собрании сочинения конкретного писателя этот вопрос решается по-своему, исходя из специфики автора. В научном полном собрании сочинения Бунина, на наш взгляд, необходим довольно подробный комментарий, включающий не только историю создания публикации произведения, а и узлы критики на него. Реальные комментарии должны также обязательно включать в пояснение многочисленных областных местных слов участков, встречающихся в произведениях Бунина. В заключении следует отметить, что по-другому последней авторской поле есть еще и творческое поле автора. В связи с этим необходимо, на мой взгляд, относить пользу неправду Бунина, согласованную в основных текстах, это его творческое поле. А последняя на авторской поле по поводу публикации технических текстов на нем в одном не учитывается, например, относительно публикации его писем и ранних произведений. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы сейчас? Как мы сделаем? Сейчас вопросы или сразу обсуждения? Татьяна Михайловна, обвиняйте. Меня тут сквозили, меня отвечают. Вопросы сейчас на более широкий круг. Может, я повторю какие-то отдельные моменты, которые Сергею Николаевичу уже предусловно неизвестны. Может быть, единственное, что меня немножечко смущает в том текстологическом посыле, который мы все от Сергея Николаевича получили, это деться о том, что принципы издания должны быть сференованы заранее. Не формально, а в случае содержательно и заранее. Что касается стихотворения, я сейчас скажу отдельно. Но я так понимаю, что в том, что система стихотологии, кто из нас руками чем-то занимался. Если говорить о материальной политической части поискового наследия, то все принципы... Я сказала, что я не могу сказать после того, как она изучила хорошие тропы слова, но тем не менее, это так, технологические истории каждого стихотворения во всей его моноте и разнообразии. И только после этого я, которая очень хотела, вот так как сейчас я передавала еще очень, опубликовать мне на твоей последней роли, выполнить его замещание, поставить ему память и рассказать всем, как он прекрасный, понимала, что это сделать не все. Потому что на самом деле, нам для этого не кручили. Когда мы говорим о последней августовой роли, мы говорим не только о тексте. Последняя августовая роли включается в по крайней мере три материка. Это состав собрания, это основные тексты и эти даты. Что касается состава собрания, то огромное количество текстов, относительно которых был на самом деле понял, хочет ли он выходить дальше или нет, практически перечисляет этот путь. Если мы делим дескотворение, как преподаватель Сергей Николаевич, на главном образе две большие части, входившие или не входившие в собрание сочинений, он даже понимает, что его сочинение также не выполняет августовую роль, потому что он подал не только свой первый стихотворный сборник, но также собрание сочинений 15-го года, вышедшего издательства Маркса. Потому что вывод должен был продать многое несовершенное, криво написанное, плохо поправленное, ради тени и так далее. И дальше он может обрабатывать сколько угодно. Но мы имеем факт. Вот полное собрание сочинений, главный, традиционный, к которому он спустя годы относился, очень плохо. Точно так же плохо он относился к собранию сочинений, вышедшему мы знаем. В 52-м году, на 3-м месяц, перечитывая стихотворение вошедших третий дом этого собрания, он пишет, что уже когда-то писал. Вот если памятный вечный тензис предлагает нам вообще быть, это, так сказать, главным тензисом брундских технологических студий. 50-м году, пожалуйста, вот в последнем уголе, уже когда-то писал. Да, дорогой, ты когда-то писал. Второе, что касается основной тексти, и почему, значит, Илья Николаевич предлагает согласованную правду вносить, а не согласованную оговаривать. Такие коллеги, литературный процесс – это не процесс лично Ивана Кунина. В литературном процессе вместе с ним участвуют его современники, читатели, издатели, и мы грешные. Как он говорил, монах трудолюбивый. Вот, или для богопатии литературы. Как угодно. Но дело в том, что это посторонняя вещь. И мы не можем вот все время тасовать карты собрания сочинений. Здесь мы соблюдаем, а здесь мы соблюдаем, а здесь мы так соблюдаем, а здесь мы так не соблюдаем. Ответственному, научному собранию сочинений любого писателя нужен единый принцип. И поскольку со мной лишил, вместе со всеми своими совещаниями, нас этого принципа, то мы вполне вольны и вправе выбрать исторический принцип. И именно по этому принципу, в основном, учащие для стихи поэта были включены стихи от первой публикации до последней режиссерной публикации. От первого сборника до последней публикации. То, что прочитали современники. То, на что они отвлекались. На что они реагировали. И когда мы будем создавать комментарии или другому тексту, отдельным пунктом этого комментария будет критика. Прижизненная, современная критика. И это важно, потому что он мог переписать свои произведения, как ему захочется, но прочитали 906-го, именно этот текст. И на этот текст отвечал критик. Читатель нашего собрания не должен не следовать. Уданить дополнительные разделы и сопоставлять ушедшие дополнительные разделы текст главной прожизненной публикации с комментарием, который мы вносим в комментариях тексту. Вот этого не надо делать. Это непонятно. Совершенно. Значит, и дальше. Третий пункт. Поэтому я считаю, что принцип согласованного права мы вносим в основном тексте, а не согласованного. Оговариваем, он не работает. Ну, как бы для каждого седьмого, я сегодня буду говорить, почему, значит, цифры повысились, но для каждого седьмого политического текста делать исключение, это не исключение, это чехарда. Третий пункт, где мы соблюдаем, где мы, в принципе, напариваемся на общественную волю автора, это да. Значит, мне пришлось в свое время присмотреть тексты 965-ти стихотворений с датами, датировками. Значит, для каждого пятого. Думайтесь, каждого пятого стихотворения. Бонин рассказал «Черт знает что». Значит, почему интересно стихотворение, что в том, что где-то на далеком, одно из главных его стихотворений, которое в его автографе «Чернопол» мы имеем за датами 15-й год, мы получаем в санкральном сочинении прижитимых публикатах с датами 1891-1895-го, я прошу прощения, не помню, разница на 20 лет. Вот его авторство более доделать имели стихотворение в 1895-м году недорого, это написало в 15-м году. И вот в 15-м году тебя не просчитают, потому что Бунин, да, у него была эта счастливая жизнь, он хотел назоваться не хуже современным и хотя бы задним числом переписать свою литературную биографию и показать какому-то виртуозному воображаемому читателю, что он был тоже хорош, да, почему ты себе любил блога, какая это сада, надо было его любить, но что писал блог, и что писал он, здесь важно научно ответственно литических взгляд и относительно состава собрания, и относительно основного текста, и относительно даты. Если мы будем бесконечно улучшать думы о его образцах, то никого, кроме тушепрекачья, без нас не получится. А это было сказано в 4-м, в этом сайте, когда драмплядов дало, что функция литературного редактора, составителя собрания сочинений, вовсе не является функцией тушепрекачья. Это разные задачи. И мне кажется, что мы не должны быть на душе предпочтены, а должны давать эффективную картину. Во всяком случае, когда станет такое собрание сочинений, на основании которого можно было бы вдуть, чего мы читать и пояснить, к чему хотел, каким хотел в конце жизни представиться автор, и каким он на самом деле представил в течение своей политической творчественной художественной жизни. Если год, то и все. я буду значительно короче, наверное. У меня следующее соображение, которое мне представляется чрезвычайным существом. мы имеем дело с писателем многодернистом, а ориентируемся большей частью на те собрания сочинений образцовые, которые созданы для писателей классической эпохи. В принципе, есть уже какие-то образцы многодернистских авторов, которые будут нам помочь, но, не знаю, полное собрание сочинений блока, там же собрание сочинений Вячеслава Бриватова, о котором говорилось есть и так далее, есть какие-то иные образцы, но мы не просто сталкиваемся с писателем и фермистом, мне кажется, что самая главная проблема, почему мы задаемся вопросом об основном тексте, экономическом тексте, каким образом его определить. Дело в том, что для Бунина вообще нет понятия завершенного текста, он бесконечно правил текст и сколько бы он ни прожил, он бы правил все свои тексты искать. В этом отношении он, кстати, на Андрею Ивов очень похож, потому что Андрей Ивов в определенную эпоху, в начале 20-х годов переписал довольно много своих увлекшательствующих текстов, но Андрей Ивов это сделал один раз, а Бунин это делал постоянно. И вот в связи с этим основным, мне кажется, замечанием, у меня тоже довольно много и наоборот возникает сомнений насчет последней архивской воли, которая очень хороша для писателя классика, для писателя более поздних эпох. Последняя архивская воля просто при том отношении к тексту, который есть к культуре, даргизмам. В середине этого года я в Абдуло опубликовал несколько эпатажных подборок под названием «Бунин постпадаргизма». Я, собственно, за свои слова отвечаю. Мне кажется, что поздний Бунин действительно движется к пониманию текста в плане уже практически постмоделя, а по крайней мере приближается к нему. Потому что Бунин бесконечный экспериментив. Он никогда не использует опять же как писатель классик. Ну, не знаю, как Турбейев написал в Бене свой роман «Роман имел успех». Он начинает писать второй, третий, четвертый. Модельизирует этот жанр, расширяет эксплуатированный собственно успех. Бунин практически никогда так видел. И к нему все время сообщил. Он сделал жизнь Арсидема. Жизнь Арсидема у него получилась. Он не будет его продолжать после какого-то этапа, потому что сколько же можно. Нужно сделать совершенно новый текст. Он начинает писать темные олени, которые как бы вырастают от жизни Арсидема. Ну и так далее. У него нет двух похожих текстов по большому счету. Ну и с раннего у него, наверное, да, не имеете в виду. Потому что это такой бесконечный эксперимент. И вот ощущение становящегося текста оно собственно с этим бесконечным экспериментом связано. И вот что с этим делается это действительно очень существенный вопрос. Мне кажется, что принцип последней авторской воли здесь действительно во-первых нужно пересмотреть. С другой стороны у меня вот Татьяна Михайловна у меня тоже вопрос. Я в принципе более собеседавен с тем, что говорил Татьяна Михайловна, чем с тем, что говорил со сведением Николаевича. Татьяна Михайловна у меня вопрос такого рода. что мы будем считать главной публикацией, которую прочитали современники. Вот свой же самый «Белый лошадь», который уже заменал область мне никого не читали. В принципе, первый вариант «Белый лошадь», который назывался «Асмана», прочитали современники и прочитали и будем читать внимательно. Но когда в 27-м, кажется, году была заменена «Белый лошадь», и снова прибывала на другим загаде, современники и мигранты не менее прочитали этот текст. Причем, я думаю, почти не для меня. Если мы зайдемся в общество и этого текста, мы увидим, что там было еще несколько ребят, которые современники тоже, возможно, читали внимательно, например, прежде всего в Валенте Петрополиса. Они тоже должны были прочитать и наверняка у нас правда что-нибудь в тексте. Наверняка не может быть шлема не из правил, потому что правило будет конца. Так вот, сколько будем считать в данном случае главной публикацией, которая известна современникам? Это вот то есть я даже вполне готов согласиться с Татьяной Михайловной. Хорошо, если вот есть то, что мы можем сказать, что вот это главная публикация, давайте Иисуса считать основным текстом. С прозой, мне кажется, а я уже лет, наверное, в осень занимаюсь текстологией жизни об синего и темных оленей, правда, ну, готовиться во что-то, вылиться, но пока в публикацию серьезную не вылилось, да, вот жизнь об синего и темных оленей и темных все время. Я не знаю, какой текст, собственно, можно считать, но для каждого, например, рассказывать о том, оленей, в принципе, даже вот, что нужно быть интересным, для каждого рассказывать о том, оленей, согласно такому принципу, мы будем разные публикации считать, но хотя бы более-менее есть благосиздание 46-го года, которое было бы нашумевшим, здесь, может быть, все не так, как сгодили, как произведения, да, но тем не менее, вот, и что касается видеоролики, да, то у меня, например, сложилось впечатление, что мы будем датировать произведение годом, когда в нему возник замысел, или ему кажется, что в нему возник замысел, тогда это может быть очень такая литировка, уходящая в прошлый раз, но чаще всего это литировка, когда он создал первый вариант. Когда, например, я делал с его неопликованными текстами, а неопликованным литературным наследственным, там очень четко прослеживается этот принцип авторской литературки. Он создает первую рукопись, которая сохранилась, под ней стоит дата, которую мы теоретически можем принять, когда предупреждена. Когда он эту рукопись перебишет еще раз, он повторяет эту дату, которая, даже когда, например, чернилами там спишет 44-й год, он может ему упалять, потом он повторяет эту рукопись шарик-овылочкой, это значит, не как и раньше, 48-го, да, и пишет, ну, а 47-го, конечно, ну, скорее всего, вот ей пишет в 44-й годах, потому что это вторая редакция, вот той первой рукопись, которую она создала в 44-м году. Когда он это напечатает, то он уже подстает в 44-й год, скорее всего, хотя он еще, может быть, два раза с удовольствием исправления, да. Возможно, этот принцип не всю жизнь действовал, но, что касается последних, это почти наверняка. И еще какие-то вещи хотел обратить внимание, которые Сергей Николаевич не озвучил, но которые будут технологические инстинкции присутствуют.